В деле об убийстве молодой норильчанки появились новые подробности. В прошлом выпуске мы уже рассказывали о страшной истории любви. 23-летний житель города рассказал в соцсети о том, что убил свою 20-летнюю девушку, якобы из-за того, что им не давали быть вместе ее родители. В понедельник правоохранительные органы обнаружили тело погибшей. Ее нашли в заброшенном здании за городом. Признаки насильственной смерти налицо, говорят следователи. Однако подлинная ли эта фотография пока устанавливается, как и точная причина смерти. Главный подозреваемый в деле, естественно, экс-бойфренд погибшей. И он до сих пор на свободе. Найти Виктора Ядны правоохранительным органам пока не удалось. Разгуливает по городу и еще один преступник, убивший жителя Талнаха. 17 марта 2015 года в районе Талнах, в одном из домов по улице Полярной, был обнаружен труп пожилого мужчины, 1900. С телесными повреждениями, указывающие на криминальный характер смерти. Значит, был там пожар в квартире, и в ходе тушения пожара был обнаружен труп этого гражданина. По информации следователей, мужчина был задушен. Квартиру убийца поджег уже после его смерти. Забрал ли преступник оттуда что-то ценное, неясно. Что же касается погибшего, о социальном образ жизни он не вел, судимости не имел, да и жалоб на него не поступало. Так что мотивы убийцы пока загадка. К другим темам. На очередной сессии городского совета руководители города, глава и сити-менеджер, отчитались о своей деятельности в прошлом году, определились с курсом 2015. Коснулись и предстоящих в 2017 году выборов в органы местной власти, которые будут проводиться по новой схеме, предложенной губернатором и утвержденной Краевым Заксобранием. У руля власти встанет один человек, который возглавит и город, и администрацию. Норильску, как и краю в целом, предстоит новая система выборов местных органов. Если города является еще и председателем горсовета, то в будущем таковым быть не сможет. Спикера парламента будут выбирать отдельно из числа депутатов. Мэра тоже будут выбирать, но способом аналогичным тому, каким сейчас избирает сити-менеджер, то есть через конкурс. При этом должность сити-менеджера упразднят, а его функции возьмет на себя выбранный глава города. Депутаты нынешнего созыва считают инициативу губернатора по отмене прямых выборов мэров эффективным решением. Достаточно выбрать депутатов, которые в дальнейшем, собственно, смогут сформировать все необходимые органы власти. Это то, что касается инициативы снизу. А что касается инициативы сверху, когда мы выбираем президента, собственно, он на своем уровне формирует всю вертикаль власти сверху донизу. Этого вполне достаточно. Вот это двустороннее движение сверху и снизу, при том, что и верх, и низ избирается людьми все-таки на прямых выборах. Вот мне кажется, этого достаточно для формирования вполне себе работоспособных органов власти. Случайные власти будут работать по нынешней схеме. И сити-менеджер делится с депутатским корпусом ближайшими перспективами, отступать от которых, несмотря на кризис, не собираются. Так город планирует заняться освещением межрайонных трасс, тем самым снизив аварийность и увеличив общую безопасность на дорогах. Мы как раз в 2015 году сейчас сделаем проект, объявляем конкурсную процедуру на выбор подрядчика по разработке проекта именно. Освещение КРК на Лакель, участка трассы, и Толнах на Рильске. Там, где особенно КРК, вернее, Лакельское направление, на все, вот когда штормовое предупреждение было, все наши, особенно ярко видно, вернее, не видно ничего. Проект мы делаем в зависимости от суммы по этому проекту. Если в бюджетах этого года мы впишемся, может быть, в этом году начнем уже конкурс объявлять на реализацию самого проекта. Если нет, то бюджет 16-го, именно уже 16-го. Да и самих дорог со временем может стать больше. В первом квартале следующего года власти получат проект строительства северной объездной дороги, которая по замыслу свяжет два участка существующих объездных дорог. С северо-западной стороны вдоль исправительной колонии и с направлением Нансена рядом с молокозаводом. Соединив эти участки, новая трасса пройдет параллельно улицам Лауреатов и Хантайской. Она должна разгрузить центральный въезд в город со стороны Толнаха и оказалась бы удобной для транзитного проезда. Оксана Соколова, Геннадий Зверев, Новости Северного города. Налог на символ. На сессии городского совета также подняли вопрос о гербе Норильска. По закону его изображение может использовать только муниципалитет. Коммерческие организации должны запрашивать разрешение в мэре, а теперь еще и платить за использование мишки с ключом. Подробности в материале Людмилы Кожевниковой. Норильский герб был утвержден городским советом 25 апреля 2000 года. По положению о главном сентябре изображение имеет право только муниципалитет. Впрочем, Норильский герб уже давно тиражируется на сувенирной продукции. Но в год 15-летия Норильского герба городские власти решили заработать на нем деньги. Раньше изображение герба разрешалось помещать только на зданиях городской администрации и органов представительной и исполнительной властей. На служебных бланках, штампах и визитных карточках депутатов. Официальных изданиях, грамотах, приглашениях, удостоверениях и печатях мэрии. А также на въездном знаке Норильска и в оформлении городских праздников и фестивалей. На прошлой неделе комиссия городского совета этот список был расширен. Сейчас это на фасадах зданий и выисках органов местного управления, в залах заседаний органов местного управления, на выисках, печатях, штампах и бланках органов местного управления. Также на наградах и документах, удостоверяющих присвоение наград, на служебных удостоверениях, служебных кабинетах, при оформлении официальных и культурно-массовых. То есть сейчас весь муниципалитет может эксплуатировать главный городской знак. Что касается частного или коммерческого использования герба, то по положению это позволяется только с разрешения городского совета. Однако за 15 лет существования мишки с ключом было только одно официальное обращение. На 60 лет Норильска один из банков разместил наш герб на юбилейной монете с разрешением мэрии. Теперь запросы стали не просто обязательными, они должны быть еще и прибыльными. Если герб будет достойно представлен на какой-то продукции Норильск, а он у нас красивый, и почему бы нам не пополнить бюджет Норильска еще и за счет вот, скажем, такого размещения. Продавцы сувенирных товаров таким сообщением были обескуражены. Их продукция постоянно принимает участие в городских мероприятиях и на выборах. Их даже сам Олег Курилов наградил за сотрудничество. Я как бы отрицательно к этому отношусь, по той простой причине, что сегодня такой период сам по себе. Временно в том, что мы выживаем и поддерживаем такой широкий большой ассортимент продукции. Поэтому если будут облагаться налогами, просто мы уберем продукт с символикой и наш салон просто скудеет. На кризисные времена ропщут и власти города. Поэтому впервые за столько времени они вспомнили положение о гербе Норильска. Если это размещает коммерческая организация, то, собственно говоря, почему они в бюджет города не могут отчислять какую-то, скажем, сумму от этой продукции. Я думаю, что это будет правильно и абсолютно законно. И они будут на законных основаниях это делать, и для бюджета города будет дополнительное поступление. Если без разрешения, это контрафакт, штраф в бюджет города. Когда и сколько начнут платить за использование мишки, решат позже на бюджетной комиссии. Людмила Кожевникова, Геннадий Зверев, Новости Северного города. Глава города принял участие в парламентских слушаниях Совета Федерации. Там обсуждали проблемы в морпути и арктической зоне России, которые относятся и на риск. Говорили и о налогах, льготах, гарантиях для людей и преференциях для предпринимателей Севера. А также о разработке и принятии закона об арктической зоне. Большинство, скажем, участников слушаний сошлись на том, что все-таки закон необходим. Это первое. Второе. Программа развития арктической зоны до 2020 года, которая принята, носит, ну скажем, там такой рамочный характер. Нет источников финансирования. И здесь, конечно, предложили правительству ее пересмотреть, нести изменения. Необходим комплексный подход для освоения Северного морского пути. Комплексное освоение Северного морского пути – это, в принципе, все. Это и навигация, это и освоение инфраструктуры должна быть развита. Вот. И там прозвучали Диксон, Дудинка, Хаттанг. Запахло историей? Повторить подвиг полярников прошлого века решила сборная команда российских лыжников. Сегодня участники похода стартовали из Норильска в Усть-Авам, откуда и начнется лыжный маршрут. Еще несколько секунд и флагманский вездеход экспедиции свернет с накатанных Норильских дорог на зимник, ведущий до Усть-Авама. Напомним, 260 километров до этого северного поселка путешественники преодолеют на надежной тундровой технике, а уже оттуда двинутся автономно на лыжах. За 45 дней участникам экспедиции предстоит пройти более тысячи километров и водрузить знамя победы на мысе Челюскино аккурат на 9 мая. Кстати, до Усть-Авама сопровождать экстремалов будет и наша съемочная группа. Не пропустите уникальный кадр начала исторического похода в наших ближайших выпусках. Снова с вами новости северного города. Мы идем далее. С 1 апреля пенсии вырастут. Это уже второе повышение пенсии в этом году. Первое было с 1 февраля. Тогда размер пенсии подрос на процент инфляции. В прошлый раз повышение коснулось всех, кроме получателей... Это участники инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, инвалиды от рождения и многие другие. С 1 же апреля размер выплат возрастет и для них. Повышение пенсии будет на 10,3%. И средний размер пенсии в Норильске составит средний размер по всем категориям, которые называют 12 818 рублей. Для тех, кто получает две пенсии, это, например, участники инвалиды Великой Отечественной войны, средний размер пенсии составит чуть меньше 32 тысяч рублей. Кроме того, эту категорию граждан ожидают единовременные денежные выплаты в честь 70-летия Победы по 7 тысяч рублей. Также в связи с этой датой труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат 3 тысячи рублей. Норильский почтамт ждут новые реформы. Об этом северному городу рассказала представитель управления Федеральной почтовой связи Красноярского края. Она побывала с рабочим визитом... ...и пилеты по всем направлениям, подключить сим-карту любого сотового оператора, а также воспользоваться новой услугой. Безадресный перевод. Сегодня Норильский почтамт это 38 почтовых отделений на всей территории Таймыра. И главная задача у каждого одна, чтобы при минимальном нахождении клиентов в почтовом отделении оказать ему максимум услуг. Непростая география севера Красноярского края не в счет, рассказывает руководитель краевого управления Федеральной почтовой связи. Несмотря на массу проблем, которые существуют в отдельно взятых территориях, принципиально почта России по всей стране, она меняется, и она действительно проводит ряд изменений, ряд мер принимает для того, чтобы решить те накопившиеся проблемы и в части сортировки, обработки почты, и подхода к персоналу, и к модернизации, автоматизации производственных процессов. Проблемы есть, и они известны каждому россиянину. Это и не своевременная доставка почты, получение вскрытых отправлений и проблемы с выполнением. Но тут же отмечают, в один момент все проблемы не исчезнут, а какие-то и вовсе может решить только государство. К тому же на почте России лежит солидная социальная нагрузка. Например, отправка одного письма по России стоит одинаково, будь то на соседнюю улицу или, скажем, во Владивосток, 28 рублей. А с 1 апреля будет уже 32. Но фактическая стоимость доставки совершенно другая. Приходится как-то выкручиваться. Государство, взяв на себя такое обязательство, как регулировать тарифы, оно не взяло на себя ответственность по компенсации затрат, связанных с пересылкой письменных корреспонденций. Поэтому Почта России вынуждена в настоящее время заниматься дополнительным, оказанием дополнительных услуг, разработкой, внедрением дополнительного пакета услуг, для того, чтобы можно было как-то субсидировать убыточные услуги, к которым относится пересылка письменных корреспонденций. Продвигать новые услуги в нашем городе предстоит новому руководителю Норильского почтамта. Новая политика Почты России такова, что на ключевые позиции руководителей сейчас приглашают людей, не имеющих опыта работы в этой сфере. В других сферах помогут выйти Почте России на новый уровень обслуживания. Новые же руководители делают ставку на молодые и активные кадры. В принципе, мы готовы именно сделать вот этот акцент именно на молодежь, независимо от того, что разные мнения складываются по поводу их ответственности, компетентности. Я считаю, что на белом листе легче писать, их научить правильно работать. У них есть энергия, целеустремленность. Все это должно помочь потребителям. Например, в почтовых отделениях теперь можно приобрести авиа или железнодорожные билеты, подключиться к любому оператору сотовой связи. Еще одна инновация – безадресный перевод. Как это возможно? Очень просто. Безадресный перевод. По предъявлению моего паспорта в любой точке Российской Федерации, в любом отделении связи, я могу получить перевод, который за мной где-то следом он едет и гуляет. Такого никогда раньше не было. Надо было заполнить планк, индекс обязательно. Еще узнать, есть ли там связь. Если связи нет, то перевод только на... С посылками дело немного сложнее. Число почтовых отправлений, получаемых норильчанами, ежегодно растет. Связано это с активным развитием интернет-торговли. И очереди на почте явления еще не забыты. До сих пор в Норильске не решен вопрос о создании центра выдачи посылок, который мог бы разгрузить почтовые отделения. Планировалось, что центр создадут на Павлова-12. Однако планировка этого здания заставила отказаться от этой затеи. Говорит главный почтовик края. Поэтому в перспективе центр может появиться на Комсомольской 33. Площади позволяют это сделать. Остается найти лишь нужные средства. А вот что точно не удастся сделать быстро, это наладить регулярную почтовую связь между таймырскими поселками. Это вот по сути единственная проблема от нас независимости, которую мы, на мой взгляд, в ближайшей перспективе никогда не решим. И без развития той же малой авиации, как говорил Владимир Владимирович Путин, в одном из своих выступлений давал поручение губернаторам все-таки решать вопрос по развитию малой авиации. Почему-то пока эта тема, она у нас, ну, во всяком случае, у нас в крае, она не очень-то в нашей жизни. Михаил Чернов, Андрей Гришков. Новости северного города. И еще о новшествах. В ЛГУ впервые прошел экзамен для иностранцев. Напомним, теперь иммигрантам для получения вида на жительство и разрешения на работу необходимо пройти тестирование на знание русского языка, истории и права. С подробностями Егор Толновский. Что-таки у вас? Ну, Иван, все хорошо, ничего страшного. Очередной экзамен в вашей жизни, который придумало наше правительство, что сделать. Это уже второй подобный экзамен, который проводится в Норильске. Первый обошелся гостям города в кругленькую сумму – 25 тысяч рублей с человека. Это при учете того, что в целом по России эта сумма не превышала 9 тысяч рублей. Были разбирательства, после чего полномочия проводить экзамены передали Норильскому филиалу Ленинградского государственного университета, в котором придерживаются более гуманно-ценовой политики. Здесь, разумеется, получились льготники и нельготники. К льготникам относятся статус беженца. Это Луганская и Донецкая области, граждане Луганской и Донецкой области. Для них тестирование. Для получения вида на жительство и разрешения на время на проживание – это 6500. И для разрешения на работу или патента – 6200. А для всех остальных – это 9000. Экзамен проводит специально приглашенный аккредитованный тестолог. А само тестирование состоит из трех блоков – русского языка, истории и основ российского права. Звучит пугающе, но это лишь на первый взгляд. Я думаю, сложности особо нет, особенно для людей, которые владеют русским языком. Потому что блок «Русский язык» – он на элементарном уровне. Его могут даже освоить те люди, которые не очень хорошо знают русский язык. То есть достаточно уметь читать, писать и говорить. В целом, тесты можно назвать элементарными, чтобы их сдать достаточно базовых знаний русского языка. Внимаемых – это выходцы из Украины, Белоруссии и других бывших советских республик. Вопросы вызывают у них широкие улыбки. Задание 3. Сколько вы уже живете в Москве? А. Сейчас 4 часа. Б. В прошлом году. В. 4 месяца. Хотя экзамены сложности не представляет, принимать их должен все же дипломированный тестолог. Именно поэтому в норильском филиале ЛГУ планируют в ближайшее время отправить нескольких преподавателей на обучение по данной специализации, чтобы иметь своего тестолога на территории. Над этой проблемой мы работаем. Я хочу сказать, что вы уже, наверное, пришли к общему мнению и с нашим руководством, и с вузами, на базе которых мы хотели бы выучить своих тестологов. Это Тихоокеанский университет, скорее всего, потому что город Хабаровск. Потому что это... Кстати, тот, кто планирует пройти тестирование, должен поспешить. Прием желающих будет вестись до 15 июня. После чего центр тестирования закроется на летние каникулы, вплоть до 1 сентября. Егор Тулновский, Анна Томилина и Андрей Гришков. Новости северного города. И напоследок о спорте. Все на лыжи. На лыжной базе «Альгуль» прошло открытие 12-го корпоративного спортивного праздника «Марафон здоровья лыжня Норильского никеля». Несмотря на снегопад и ветер, собралось множество участников, уверенно идущих к новым достижениям. Год особый у нас юбилейный. В этом году, я надеюсь, что мы покажем еще более серьезный, яркий результат. В последние годы не менее 2000 участников каждый год принимают участие в нашем марафоне. В 2013 году пробежали почти 19 тысяч километров. В 2014 году уже 20 с половиной тысяч километров. Ну а в юбилейный год, я думаю, еще более значительный и успешный результат. Победители определяются в личных зачетах среди спортсменов и любителей, а также в командном зачете. В конкурсе принимают участие работники предприятий группы компании «Норильский никель» и члены их семей. Прокат лыж бесплатный. Многие участвуют уже не первый год. Постоянно, со дня открытия. Шапочек дома очень много, юбилейных таких. Каждый год участвую в марафоне, в соревнованиях, в эстафете участвую. Так что не пропускаю мероприятия. 16, 17 и 18 апреля на лыжной базе «Альгуль» пройдет спортивная программа, которая завершится торжественной церемонией награждения победителей и массовым стартом. Будут организованы игровые зоны и полевая кухня. А 19 апреля спортсменов ждут на стадионе «Заполярник», где пройдет полярная олимпиада, а также на горнолыжной базе, где состоятся соревнования среди работников «Норильского никеля». Погода на Таймыре будет переменчива. Ночью еще сохранится влияние антициклона, который обеспечит его фронт очередного атлантического циклона, который накроет регион шлейфом снеговой облачности и заметно ослабит морозы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Ночью в Норильске переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в Норильске в Ждюке минус 26-29. Днем в городе облачно с прояснениями, небольшой сенег. Ветер южной четверсти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в Норильске и Дудинке минус 16-19.